Обалдим. Да, Филя? Филя, всем привет. Доброе утро. Отдыхаем. Покушали. Время полодиннадцатого. Солнышко сегодня светит. Уже с утра две стирки загрузила, постирала. Сейчас буду вытаскивать и сушить. Я буду сушить на улице, потому что там солнышко. Чтобы зря сушилку не гонять, электричество не тратить. Я решила сначала приготовить кушать, а то если я сейчас займусь домашними делами, и другими, дети останутся голодные. Я хочу сделать пиццу домашнюю. Я сюда добавила муку, сухие дрожжи. Так, что нам нужно? Вода. Отдельно нужно смешать соль, сахар и воду. Кому нужны пропорции точные, то я напишу под видео в описании. Теперь вот так вот размешиваем. В общем, тут по рецепту я, как всегда, делаю в два раза больше. Оливковое масло. Так вот. Все, тесто готово. Сейчас оно немножечко полежит, и потом уже буду делать пиццу. Ну что, идем на улицу. Я сегодня хотела еще переставить наш диванчик. Там поднести нужно. Все убрать. И, наверное, опять сюда его поставить, на это место, на солнышко. И, наверное, нужно повесить опять перегородку. Наш тент. Тут очень много мусора. Листья налетели сухие. Куда ты пошел? Я тебе не разрешала. Точи когти, мы вчера его искупали. Ну, в туалет сходил, испачкался весь. Я его мыла, Ксюша его держала. Он кусается. Ай, Филька, Филька, не нравится тебе водичка? Сейчас ты немножко постояла. Так что будем готовить. Начинка обязательно, конечно. Сыр. Без сыра пицца не пицца. Думаю, либо сосиски, либо... Тут у нас лойвер. Перчик тоже немножко налевать. Для красоты, для вкуса. Ну, грибочки, наверное, я не буду, потому что не все едят. Хотя можно. Можно парочку грибочков. Знаете, как я сделаю? Я сделаю половину. Половина пиццы будет для Ксюши, Макса и Каролины. Половина для меня, для бабушки Маргариты. Я положу грибочки, перчик, сыр. И, наверное, я нарежу сосиски. Так, а еще нужна томатная паста. Вот она уже здесь с луком. И, наверное, я не буду. И, наверное, я не буду. Все, такая вот пицца будет. Сейчас я еще сверху положу сыр. Так, духовку я разогреваю до 190 градусов. Сыр, 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 сыр тертого. Сыра тертого у меня нет. Так, ну, в принципе, я тоже могу потерять. Ну что, отправляем нашу пиццу на минут 25-30. Наверное, я так думаю, у меня уже духовка согрелась. Я так думаю, что она будет часик. Будильничек поставим. 30 минут. Там посмотрим. Все, приготовится. А я буду убирать. Дети пришли. Ладно, все, давайте садиться, пицца готова. Только, чтобы не упала. Так, все. Так, нужно вот так развернуть. Все, Маргарита, лимонад делать. Все, выключаю уже. Так, такой вот сок лимона. Сахар. И вода. Наливаем водичку. И теперь наливаем лимонный сок. Сахар по вкусу. Так, дай бабушке тарелку, я ей положу без перчика. Вот такая вот пицца получилась, пышненькое тесто. Поднялось. Да, тесто мое. О, ярко. Какое вкуснее, магазинное или мое? Мне же, это вкуснее. Да? Что? Это странно выглядит. Нормально, а почему? Ты, ну, смотри. И что? Нормально? Нет. Нет, вот это вот пятно, конечно, вот. Где посадили пятно? Ну, что теперь с ним делать? Нагаде. Какая куртка классная. Как ее теперь отстирать? Ой. Ну, что ты не хочешь надеть? А какую ты наденешь? Да, ну, я не знаю. Я просто не убила наден. О, Ксюше сегодня повезло. У нее ученица заболела. И уроков нет сегодня. Уроков в обед нет. А у тебя до скольки? До пяти? Какие у тебя уроки? У тебя дома стараются. Математика. Вот что они решают на математике. Макс с Каролиной уже ушли. Зеленые покажи. Они все 200. Хочу! Это Белялиш? Да. Найковский? Да, у них тоже есть другие. Вот видишь, Белялиш и Джордан. Ну, они же нелетние, жарко же летом в них. Джордан. Ну, они нелетние. Да, маманаси есть. Филька на прогулку вышел. На солнышке погреться. Филюша. О, там собака. Видишь, он боится звуков. Он еще не знает, что это за звуки. Я достала наши тены. Вот этот, скорее всего, совсем старый. Я не этот буду вешать. Весить нужно вот этот. Но он здесь у нас еще и порвался. Его нужно как-то отремонтировать. Вот здесь вот угол совсем оторвался каким-то образом непонятным. Кто это сделал. Сейчас буду пробовать. Белье, наверное, уже высохло. Почти. Вот тут вот солнышко сюда не светит. Здесь мокрое еще. Нужно перевернуть в другую сторону. Все получилось. Ну, вот здесь вот я просто узелки завязала и проделала вот такую вот металлическую штуку и в землю прям она будет держаться. И здесь тоже, где было порвано, я тоже завязала узелочек. И все, и в землю. Теперь можно сюда диванчик ставить. Просили еще показать нашу вот эту кладовку, которая здесь у нас находится на улице. Ну, в общем, там сейчас бардак. Это нужно все вытаскивать, убирать. Вот такое вот здесь помещение небольшое. Вот, и здесь у нас лежаки висят. Здесь также шланг с водой. Вон там вот он открывается. Вот тоже лежак. В общем, тут нужно все убирать. Это у нас все принято осталось, мы не выбросили. Все нужно здесь вытаскивать и убирать. Ленечки всякие, грабельки, тяпки. Там у меня горшки где-то пустые. И нужно, может быть, что-то посадить. Какие-нибудь цветочки. Так что вот так. Все, буду я передвигать диван. Подметать, убирать. Посмотри, как хорошо лежит. Угу. Да? Угу. 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 Все, диван я переставила, часть чехлов я постираю, потому что они не все грязные. Вот эти почему-то прям очень сильно заляпанные чем-то, пятна какие-то, а вот эти чистые. Вот эти вот тоже чистые, две подушки, все остальное постираю, и вот здесь вот нужно поднести, убрать, и вот эти вот пятна нужно отмыть, и все, будет красота липота. Субтитры сделал DimaTorzok Я решила, что я здесь не буду убирать, пусть Лева сам уберет, потому что там нужно смотреть уже, что выкидывать, что не выкидывать. Это я уже не знаю, что ему нужно, может какие-то вещи я выкину случайно. Тут какая-то жидкость, не знаю, какие-то чемоданчики. В общем, ладно, я это оставлю, не буду трогать, пусть он сам разберется. Вот они, кстати, наши лонгборды, кто спрашивал. Девчонки катаются, мы, кстати, в Испанию брали с собой один, так что один здесь, другой в подвале. Вот, так что катаются девчонки не часто, конечно, но бывает, берут с собой. Я их вот здесь вот далеко не убираю, они здесь под диванчиком, а второй в подвале, скорее всего. Маргарита сегодня не на велике, за ней подружка заедет, они поедут на машине. Мы хотим ей посмотреть новый велосипед, этот очень неудобный, во-первых, он тяжелый, и взять, чтобы колеса были поуже. Сейчас я буду мыть окна, помою окна везде, и там, наверное, уже сейчас постираются чехлы, надену чехлы, и все. И вот думаю, сегодня помыть пол или нет. Посмотрю, сколько времени, и тогда уже буду ориентироваться, что мне еще ужин готовить надо. Я уже нашла один нарукавник, можно его положить вместе со всеми нашими нарукавниками. Еще нашла ролики, помните, вот это ролики, Ксюша на них каталась, но, скорее всего, их кто-то погрыз, может быть, мышка. Посмотрите, кто вот так вот может погрызть? Мне кажется, только мышка сгрызла. Потом еще вот здесь вот язычок сгрызан. Видите, она, видимо, себе искала в домик что-нибудь, прям вот погрызла вот это вот. Так-то, в принципе, они нормальные, может быть, еще и можно на них кататься. Немножко язык погрызан. И вот здесь. Так они хорошие. В общем, я решила оставить эти ролики. Главное, у них колеса хорошие, в хорошем состоянии. Вот. Так что, ничего страшного, немножко погрызли. Так, это как раз, это 35-й или 34-й размер, как раз, параллиния. Даже немножко большеватые ей будут. Вот. Ну, здесь язык немножко погрызли. И здесь на одном даже шнурки погрызла. Вот, видите, смотрите, даже шнурок отгрызла мышка. Вот, пришлось заново все перешнуровывать. Вот, хватило. Вот, они очень длинные, поэтому хватит завязать. Так что ставлю, пусть катается. Так, я уже приготовила ужин. Совсем забыла снять процесс. Где у нас? Вот, грибной соус. Здесь сливки. И грибочки. Вот, ну, Макс с Каролиной, они не кушают такой соус, поэтому я им сосиски с рисом. И салатик. Здесь у меня перчик, помидор, огурец и салат. Ты уроки сделала? Молодец. Все правильно. Молодец. Все правильно. По-французскому? Жабландрек служит на французскому и на кибельский. Перевозти. И все правильно. Молодец. Все, приятного аппетита. Садимся хорошо. Каролина, телефон убираем. Хорошо. Всего приятного аппетита. Папа у нас еще едет на велосипеде. Когда едет, мы уже покушаем. Мы уже не стали ждать, потому что все голодные. Почитаем на велосипед. Каролина, поближе подвинь тарелочку, пожалуйста. Каролина, поближе подвинь тарелочку. Во. Поставила почти на середину. Кушает. В общем, сегодня я ничего не доделала. Высохли чехлы. Но я их уже буду завтра надевать. Пусть так они лежат. Окна я тоже не помыла. Папа наш приехал. Вот. Так что вот все так оставила. Перенесла сюда алоэ, потому что завелись там мураши. В горшке откуда-то они взялись. В общем, я здесь оставлю. Мы сейчас вам покажем, какую сумочку она выбрала себе. Какую обувь, какие туфли. Потому что нам уже нужно отправлять обратно то, что ей не понравилось, возвращать. И мы так решили, что не будем снимать видео на ее канал, потому что действительно получится в виде очень короткое. И лучше мы влог сделаем подлиннее. Не очень много всего у нее. Всего лишь три сумочки, да? Да. И четыре пары обуви. Поэтому мы сейчас в нашем влоге вам покажем. Ну что, давай сумочки тогда. Какие у нас тут есть. А потом уже покажешь, какую ты выбрала. Давай, вытаскай. Блестящее. Золотого цвета. Такое плетение. И... Оно немножко длинновато. Да, но какая-то очень длинная. В общем, для нее она большая. Так что это сразу нет. Нет, два маленьких кармашечка. Сразу нету, потому что максимальная. Кажалишь, чтобы остались? Да. Но она серебристая. А платье? А платье у нее розоватого, такого розоватого кремового цвета. Вот это вот обалденное просто. Ты как бы так не примеряла, не прикладывала? Даймены. Мне кажется, серебро не очень подойдет. Длин, длин, длин. С одной стороны вот так, мелкие блесточки. Это прям камушки. Прям вот камушки такие. Так, и оно открывается. И здесь тоже одно отделение, цепочка. Вот. И, в общем, мы так посмотрели, что к платью оно вообще никогда не подходит. Мне кажется. Так себе. Да, что-то как-то не очень. И она к туфлям даже не подойдет, да? Если ты те туфли оставишь, то она не подойдет. Кстати, вот этой сумочке марка та же самая, что и платье. Да, маскара. Маскара Лондон. Так, покажи ее. Вот, смотрите, она, мне кажется, больше подходит к платью. Тоже такая золотистая. Вот она, мне кажется, больше подходит. Видите? Да? Она больше подходит. Поэтому вот Маргарита оставит эту сумочку. Она вот так вот здесь на магнитике. Здесь тоже есть одно отделение. И один маленький кармашек. И цепочка длинная. И она, знаете, такая миниатюрная. Местится как раз телефон. Там, не знаю, салфетки. Платочек, салфеточки. И все, тебе больше ничего не надо, да? Она больше подходит. Вот так вот. Теперь давайте посмотрим, какие у нас туфли. Вот эти вот. У нас четыре пары, да? Я. Или три? Четыре. Там внизу еще. Четыре пары туфель. Они все такие красивые. Они все красивые. Они все красивые. Но они не все удобные, да. Так, это вот такие. Каблук невысокий. Платье. Да, они к платью не подходят. И каблук низкий. Платье у нее на полу так доваляется. Такие вот босоножки. Простенькие. Беленькие. Следующие у нас туфельки. О, это уже каблук, по-моему, 11 сантиметров. 10,5 или 11. Вот такие кремового цвета. Они подходят к платью. Но неудобные, да? Они оказались неудобными. Здесь закрытый носок. Так-то они... Сложно ходить. Да, симпатичные. Они вот сильно вот такие вот. Да, неудобно было, в общем. Я ушеду от Прада. Прада? Представь. Да. Так, здесь тоже, да, закрытый носок. Высокий каблук. Но видите, он, да, какой. Вот такой вот каблучок. Совсем другая форма. А что? И они тоже, да, неудобные были. В общем, тоже некомфортно. Покажем. Ждем. Вот такие вот туфельки. И здесь те босоножки, которые Маргарита выбрала. Босоножки? Ну да. Туфельки. На высоком каблучке, но носик открыт. Каблук высокий. По-моему, тоже где-то 10,5 или 11, но здесь открытые пальчики. И они более-менее самые удобные из всех. Можно померить 39-й. Если хочешь, 39-й можно взять. Ходи по комнате дома, в какие-то остальные, что-то, что-то тебе привыкнуть. Кто-то туда засунул. Слоника? Давай иди спать со слоником. Давай. У нее тут звездное небо над головой. Зеленое. Боже мой. Все, пока. Пока. Бонечка, пока. Спокойной ночи. У нас еще остался Ксюша. А где Ксюша? Ксюши нет. А Ксюша в туалете. Будем отдыхать. Все, всем пока. Увидимся в следующем влоге. Пошли мы отдыхать. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова